Новый способ оформления ДТП, так называемый европротокол, вызывает много вопросов у российских водителей. По закону, при мелких авариях следует разбираться без сотрудников ГИБДД, чтобы быстрее освободить дорогу. Но на деле норма буксует. На эту проблему накануне обратили внимание и в правительстве. Александра Черепнина узнала, чем недовольны автовладельцы и какое решение предлагают эксперты. Хотел сэкономить время, в итоге потерял деньги. Авария была мелкой. ГИБДД не ждали, заполнили европротокол. Казалось, без ошибок. Но Ивану страховая компания в выплате отказала. Там оказались какие-то скрытые недостатки. Их устранение, но они говорят, что превышает предусмотренную стоимость. И по факту отказали на этом основании. Европротокол оформляется. Если нет пострадавших, если участников аварии двое, у них есть полис ОСАГО и ущерб до 50 тысяч рублей. При этом повреждены только машины. Иван считает, что в указанную сумму уложился. Но страховая компания, решив, что ремонт обойдется дороже, отказалась выплачивать даже ее. Европротокол не работает по одной простой причине. Потому что сами страховые компании делают все для того, чтобы он не заработал. А делают это потому, что им в каждом обратившемся практически мерещится мошенник. Ошибку здесь рискует сделать каждый. Европротокол — это 15 пунктов. В них должны быть указаны имена участников ДТП, модели машин, номера удостоверений, страховых полисов, свидетельств о регистрации. А также 17-значный номер кузова. И главное — нужно нарисовать схему ДТП. При этом с ней должны быть согласны оба водителя. Одна неточность или неверная цифра и в выплате может быть отказана. Правда, страховщики утверждают, такие истории все-таки исключение. Статистика показывает, что количество и по традиционному ОСАГО, и по Европротоколу примерно количество отказов одинаковое. Оно не очень высокое. И в этом случае, на мой взгляд, никакого отличия обычного убытка от Европротокола нет. Европротокол вводили, чтобы автовладельцы разбирались сами, разъезжались быстро. В итоге пробок становилось меньше. А с 1 июля этого года в силу вступили поправки, вообще запрещающие участникам мелких аварий ждать ГИБДД. Если ослушались и все же мешали проехать другим, тогда штраф по 1000 рублей с каждого. Но, несмотря на это, Европротокол не стал популярнее. С помощью него сейчас, по данным Российского союза страховщиков, оформляются лишь около 20% мелких ДТП. Лучше ГАИшника ждать. Чего? Чтобы надежно было. Я не знаю, насколько это хорошо работает. Есть риски того, что страховые компании могут отказать. Лучше я, наверное, вышлю ГАИшника и вызову. К деталям оформления Европротокола у водителей много вопросов. К примеру, если раньше подлинность страхового полиса по электронной базе проверял сотрудник ГИБДД, то сейчас автовладельцам придется доверять друг другу. Не до конца ясно, как действовать, если у одного из участников аварии есть еще и полисказка, и справка с печатью ему нужна. Чтобы Европротокол заработал в полной мере, говорят эксперты, водители должны быть уверены, деньги на ремонт машины они получат. То есть решающим аргументом для страховой компании должен быть факт ущерба, а не количество заполненных в документе клеток. Вместо схемы ДТП эксперты предлагают больше полагаться на фотографии. На сегодняшний момент нет критериев определения, каким образом осуществляется фиксация самого события происшествия. Чтобы это не вызывало, самое главное, недоразумений и сомнений в объективности представленного материала и для оценки обстоятельств случившегося ДТП. Но больше всего вопросов по-прежнему вызывает оценка ущерба. Как не ошибиться с этим, не имея никакого опыта? Ведь в противном случае получить деньги со страховой компанией можно только через суд. Иван уже отнес туда документы и говорит в следующий раз, хорошо подумай, прежде чем оформлять ДТП по Европротоколу. Александра Черепнина, Екатерина Белова, Валерий Жичкин, Светлана Ведяшкина, Первый канал.